Добрый вечер, дорогие друзья, в эфире Берег России. Ведущий Игорь Анатольевич Романов. Мы вещаем из-за Урала, и нас слышит, конечно же, все наше святое Отечество Российское. И сейчас мы хотим несколько мыслей предложить в связи с миграционной ситуацией и в связи с нашей национальной политикой. Здесь вот какие моменты нас настораживают и что по этому поводу мы бы хотели сказать. Настораживает, конечно, не только нас, но и давно, много лет всех граждан России непрекращающийся приток инокультурных, иностранных мигрантов к нам в государство. И сейчас наше законодательство даже претерпевает все новые и новые изменения, все более благоприятствующие этому притоку. Сейчас мигранты из Средней Азии могут приезжать и даже в особых случаях получать российское гражданство, могут переселяться по программе содействия добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом наших российских соотечественников. Лишь на том основании, что их предки, выходцы из Средней Азии, когда-то жили на территории Советского Союза, а то и Российской империи. С одной стороны, это и неплохо, безусловно, неплохо, что какие-то граждане, скажем, те, кто любят Россию, искренне любят Россию, считают ее своей родиной и готовы даже принять православие или уже являются православными, принадлежат государствообразующей религии, стремятся переехать сюда, на территорию нашего государства. Это прекрасно, это замечательно. Даже если и представители других конфессий, это всегда замечательно, в том случае, если, конечно, они любят русскую культуру, любят русский язык, любят Россию, являются по духу, по духу, в первую очередь, русскими. Однако ситуация такова, что мы многие годы наблюдаем просто замену населения, как говорят социологи, и те, кто объективно смотрит на происходящее событие. И вот такая миграционная политика, которая, с одной стороны, ведет к замене населения, местного коренного населения, а с другой стороны, вытаскивает людей с их родных территорий, она ущербна и ущемляет интересы как принимающей стороны, так и стороны отдающей. Ну, в данном случае, принимающаяся сторона – это мы, Россия, и, конечно, люди, которые миллионами прибывают в Россию, люди, несущие иные ценности, иную культуру. Естественно, они вызывают социальное напряжение. Это естественно. Естественно, вызывают социальное напряжение в той стране, куда они прибывают. А с другой стороны, те государства, которые теряют своих граждан, тоже начинают деградировать. И не только с экономической точки зрения нужно смотреть на это, а в первую очередь с точки зрения духовной, культурной, социальной. Сегодня мы прекрасно видим, какие трудности испытывают люди, приезжающие к нам из территории Средней Азии, из республик Среднеазиатских. Правозащитники говорят о том, что нужно уважать право граждан на переселение. Но беда в том, что как раз получается здесь нарушение прав граждан, нарушение прав человека, если уж вы, друзья, так боретесь о правах человека, то вы их нарушаете вот такой массовой миграцией. Людей толкают на миграцию, их заставляют уезжать, им создают трудности, там, где они проживают, почему-то у них в Узбекистане, в Таджикистане вдруг оказывается, что невозможно найти работу. Почему? Откуда такая ситуация? Это ведь искусственные вещи совершенно. И люди едут к нам. Но что они обретают в России? Они попадают в маргинальное положение, как любой переселенец, как русские поедут в другое государство, или еще какие-нибудь народы будут переселяться в новую страну. Любой переселенец, любой мигрант, он попадает в маргинальное положение. Он испытывает огромные трудности. И ради чего? Ради того, что здесь ему просто предложат работу, причем низкоквалифицированную. Но это же ущемление прав человека, это неуважение, поругание его достоинства. Он превращается в человека маргинального, занимающего непонятное социальное положение. И ради чего? Он жил у себя на родине. Он четко осознавал, кто он. Он жил в своей родной, культурной, своей родной, исторической, духовной среде. Но если уж даже с экономической точки зрения смотреть, то мигранты, которые приезжают к нам, они не способствуют развитию производства в своем государстве. Они просто уезжают и даже если они к себе возвращаются в Россию, они не повышают квалификацию, пребывают в таком маргинальном положении. Потом все-таки мы на словах говорим о том, что мигранты здесь способствуют нашей экономике. На словах. В реальности огромное количество прежних людей, в частности людей из Средней Азии, из Закавказья, мы видим на рынках. И рынки на Дальнем Востоке, рынки, да и не только на Дальнем Востоке, и в Москве, и в центральных городах России, рынки превращены зачастую в целые этнические анклавы. Для чего? Кому это интересно? И способствует ли это вообще развитию человека? способствует ли его культурному, духовному обогащению, росту, пребывания годами на рынках? Приезжают узбеки на Дальний Восток, приезжают в Приморский край, они приезжают торговать, они повышают какую-то свою квалификацию, они здесь получают какое-то профессиональное образование, профессиональные навыки. это просто ущемление прав человека. Человек теряет свои права на собственное развитие, на свой личностный рост. Вот это если говорить языком этих правозащитников. Но способствуя в России на государственном уровне притоку мигрантов, ориентируясь на приток мигрантов, мы способствуем разрушению территорий, тех территорий, откуда мы этих мигрантов привлекаем. Это надо осознавать. Это преступная политика, преступная по отношению к тем же среднеазиатским республикам. Мы ослабляем их, и там мы получаем не самые благоприятные точки. И мы порождаем и там условия для развития каких-то нехороших процессов, если мы оттуда забираем людей трудоспособных. Конечно, это очевидно. Мы часто встречаем ложь в современных миграционных концепциях, и даже в нашей концепции миграционной политики, современной, принятой на высшем уровне, мы встречаем вещи, которые просто не соответствуют действительности. Вот эта концепция, она направлена на то, чтобы улучшить нашу демографическую ситуацию, способствовать подъему экономики. Это неправда, это не научный взгляд, это просто неправдивый, скажем, взгляд, потому потому что мы никак не можем способствовать улучшению демографической ситуации в России, приглашая к нам демографический потенциал других государств. Ну, приезжают сюда узбеки, таджики, азербайджанцы, все, конечно, нами уважаемые народы, но они здесь, на территории России, способствуют увеличению своего собственного демографического потенциала, азербайджанского демографического потенциала, узбекского, таджикского, китайского, если хотите. Поэтому странно такие вещи вот видеть, они же не будут здесь превращаться в русских людей, это понятно, зачем. И второй момент, связанный с национальной политикой, мы хотели бы сейчас тоже выразить, нам в России пора отказываться от административно-территориального деления по национальному критерию. Нужно отказываться от этих этнокультурных автономий. По простой причине, они тоже ведут к ущемлению прав нашего народа, нашего, я имею ввиду, народов, всех народов, проживающих у нас, российского народа, всех народов, которые проживают на территории России. Каким образом ущемляются эти права? А таким, что мы как бы вытесняем с территории России эти народности и народы, и загоняем их в рамки каких-то автономий. Мы обозначаем им границы. Это неправильно. у нас единая цельная территория России. И на этой территории могут существовать края, области, какие-то губернии. Но это все должно быть общероссийским. Не должно быть в России множество мелких национальных каких-то государств, республик. Тогда это уже не Россия, а сообщество государств разной национальности. Тогда это просто Россия поделена на кусочки. что из себя представляют эти кусочки? Просто разрозненные малые народности, которых мы отталкиваем из себя. Но эти народы, эти народности будут привлечены другими крупными государствами. Причем такими государствами, в которых этим народом будет намного хуже. Вот пример Соединенных Штатов Америки. хорошо индейцам живется в США. Как вообще США отнеслись к индейским племенам? Мы помним, наверное, все. С большой теплотой, заботой индейцы сгорали от этой теплоты, от этой заботы, погибали массово. И сейчас индейцы проживают в гетто Соединенных Штатах Америки. в тех Штатах, в том государстве, которые так заботятся о коренных малочисленных народах. Это очень лживая и лукавая забота. Это такая забота, которая выражается в том, чтобы наоборот собрать компактно малые народности, вывести их за пределы большого народа и использовать их так, как будет угодно каким-то финансовым группам или олигархическим группам, манипулируя этими малыми народностями. Одним словом, необходимо пересмотреть сегодня социально-территориальное деление России, административно-территориальное деление и вернуться вот к такому принципу цельной единой России. Можно было бы начать это делать на территории Зауралья, поскольку как раз здесь сегодня очень остро идут процессы, связанные с американским вторжением, культурным вторжением, вторжением политическим в наши регионы. И это вторжение направлено очень сильно направлено на то, чтобы противопоставить живущие здесь народы друг против друга. Чтобы противопоставить якутов русскому народу, противопоставить бурятов, противопоставить их друг другу, обособить их. А мы все один цельный народ, живущий на российской земле. и у нас должны быть здесь так, как это и было встать, единые края, области, и тогда мы сможем избежать всяческих межнациональных конфликтов. Другое дело, что такая ситуация невыгодна национальным элитам, этническим элитам, которые занимают властные должности и обладают очень большими богатствами в своих маленьких республиках. И, конечно, эти элиты готовы сопротивляться максимально принятию таких решений, направленных на отказ от деления России по национальному критерию. Россия целая и единая и неделимая должна быть. И вот за эту Россию, конечно же, должны бороться все мы, все народы, живущие здесь. И дай бог, чтобы Россия обрела свою целостность, окончательно закрепилась, обрела свой цельный образ, отказавшись от деления территории по национальному критерию. И позаботилась бы о народе, живущем на своей земле. Ведь посмотрите, как исчезают даже в истории небольшие народы, которые не имеют своей государственности. Их просто часто поглощают какие-то огромные цивилизации. В России такого не происходит, потому что русский народ обладает такими свойствами, что он способствует жизни тех народов, которые оказываются рядом с ним. на сегодня пытаются как-то противопоставить русскому народу народности и этносы, живущие рядом с нами. И американцы очень активно работают в этом направлении. У них получается, их задача всех перессорить и противопоставить друг другу. Но сами они хотели бы насадить вообще на всей планете единую нацию, единую глобальную нацию. У этой нации не должно быть даже не то, что этнических признаков никаких, культурных, даже половых признаков не должно быть. Вот эта задача не только американская политическая элита, а всей мировой элиты финансовой. Этой задачей должна противостоять Россия. Вот какая ситуация сейчас в связи с национальной и в связи с миграционной политикой у нас. Ситуация довольно противоречивая, но России, конечно, нужно выходить из этого. Нужно выходить, нужно ломать сопротивление всяких мелких групп, которые рвут Россию на части и противоставляют одни народы другим. И всем собираться вокруг государства образующего, русского народа. ведь среди многих народностей даже есть и этносов, и живущих на территории России, и за пределами России, есть очень огромные ожидания по отношению к русскому народу. Нас, русских, призывают стать русскими, стать настоящими русскими, крепкими, верующими людьми, крепко стоящими в православии. И эта крепость позволит собрать и всех представителей здоровой части человечества, здоровой, всех, кто не желает раствориться в этом мировом Содоме, в этом глобальном новом миропорядке. Будем вместе, будем стоять крепко во Христе, будем молиться. оружие, главное наше оружие, это молитва. И Господь поможет, когда услышит нашу молитву, поможет нам и собраться вместе, и собрать все народы, которые желают спасения, желают выйти из-под вот этого давления, страшного давления, которое сегодня катком просто бульдозером идет на человечество, давление разрушающее, уничтожающее всякое человеческое достоинство. Да воскреснет Русь и расточаться вразие я. С Богом! Корректор А.